Бипошка, да, на Enchantress очень хорошо раздавал, на той же Маниле, ну, в принципе, его герой, вот его, еще он неплохо играет на Earth Spirit, насколько я помню, то есть, и этот герой тоже есть пуля. Да, извини, я тебя хотел перебить как раз по этому поводу. Этот, так скажем, фикс Earth Spirit оказался довольно-таки сильным. Скорость падения камня, скорость толчка камня, который станет, оказалось, что это довольно серьезно, потому что сейчас, мне кажется, даже опытные игроки Earth Spirit с трудом попадают по целям, которые находятся… Иван, аналитик, здесь я все-таки, и это именно скорость движения, пожалуйста, Иван, делай свою работу, не лезь сюда, не лезь, здесь все серьезно. Вот, действительно, ни в пиках, ни в банах, и это говорит о многом, потому что такой герой на такой важной игре, естественно, бы всплыл, если бы было хорошим. В очередной раз Клинкс у нас собирает дезолятор, дезолятор Даггер. Все-таки, в чем преимущество дезолятора над Арчидом? Почему? Почему вот сейчас… ДПС. Да, но Платорн… Рошанчики, ДПС, маленький дезолятор вот этот, который можно купить и уже довольно больно пробивать. Да, кстати, хорошая штука. Да, за 300 голды все. Маленький дезолятор уже. Ну, плюс стрелы напомнят физический урон. Ну, в общем, Блуторн — это красиво, а дезолятор — это надежно. Лучшая реклама артефактов, которую я слышал. Покупайте дезолятор. Я могу в роли психолога выступать в этой студии аналитики, давайте попробуем. Давайте, Андрей, психотип команды Power Rangers. Ну, довольно-таки… Ребята, знаешь, в своей, скажем так, живут в своем королевстве, в своем маленьком мире, где не допускают, так сказать, других личностей туда. Вот. Также явный плюс этой команды, что там есть один казах хотя бы. Алга-Казахстан. Так, на этом психотип закончил команду. Да, да. Отлично. Андрей, просто, да. Вот мы и раскрыли очередной твой талант на студии аналитики. Ну, психотип, ну что ты спросил у нас? Я же не про всю команду, я могу про конкретных личностей сказать. Как тебе дулат? Хорошо. В каком смысле, как мне дулат? Да, мы спали в одном номере. А что? Ты хочешь поговорить об этом? Слушай, я же психолог, я должен спрашивать такие вопросы. Ну, как-то так получилось, что я на кресле сижу, а ты на диване. Да, ну нет, я не хочу об этом говорить, я хочу забыть это, пропустить мимо ушей. Ну ладно. Нет, ну как игрок он, как человек моральной составляющей дулатом. Нет, ну вообще он молодец в том плане, что никогда сильно особо не дезморалил. Правда, конечно, да, под конец команда Hell Raiders поломался немного. Поломался дулат, но это бывает. Конечно, такое бывает. Такое бывает, такое бывает. Но сейчас вроде, я так понял, с новым, скажем так, взял, понабрал больше воздуха в легкие. И с новыми силами начал играть уже в команде на новые роли. На керри теперь играет. Ну, оно, естественно, он осмотрелся на керри нового поколения под закатной карьеры. Вот. И теперь просто копирует достижения, собственно говоря. И, как видишь, получается неплохо. Победителей не судят. Иван, хотел бы, на самом деле, еще тоже сказать такую вещь. Да. Немного грубовато, но правдиво. Значит, почему собираются миксы именно из более-менее именитых игроков? Потому что, скажем так, их цель, это вот сейчас мы такие, значит, мы отбросы, соберем команду, докажем всем, что мы большие молодцы. Но никакая команда так не сможет ничего выиграть, потому что нужно на пути к успеху проделать большую работу. А это, как правило, люди с повышенным ЧСВ, что мешает проделать работу. И которые хотят все и сразу, грубо говоря. Они хотят сразу выиграть отборы на мейджор и хотят занять первое место на мейджоре. Вот. У них это сделать, естественно, не получается. Но ЧСВ тоже не позволяет признать свои ошибки и продолжит тренироваться. Поэтому команда, как всегда, дисбандит. А новые команды, которые возникают, скажем так, и играют на мировом уровне, это, как правило, большинство из них молодые игроки, новые, которые могут еще признать свои ошибки. И которым, если скажешь, что вот здесь ты был неправ, он скажет, да, наверное, я здесь был неправ. По крайней мере, допустит эту возможность. В отличие от эдаких... Нас. Да, батьков игры, так сказать. Андрей, так сказать, голубев. Так сказать, да. Я тебя понял, Андрей. Ну, вообще, на самом деле, обидно сейчас было. Потому что я, в отличие от некоторых, не менял команды, как перчатки. И, действительно, в составах... Я тоже не менял команды, я менял в составах. Я вообще тамат. Команда всегда была Moscow Five или типа того. Из-за руха, да. Менялись только люди. А команду я не менял никогда. Так что, извини, Андрей, тут ты промазал. Тоже. То есть это вот не к нашему дивану, это скорее к Ивану, который там по стендейнил здесь поиграл. Иван, полегче все это реально. Хватит ЧСВ, что это правда. Из-за таких, как ты, люди берут не тот пример для подражения. Только что разрушил мечты всех, как ты их назвал, отбросов. Это Андрей назвал их отбросами. Я к Андрею обращаюсь. Rebels, повстанцы. Повстанцы все-таки? Обидно сейчас вышло. Я еще раз хотел бы привнести свои искренние извинения. Да уже поздно, Андрей. Уже, конечно, уже поздно. В команду они тебя уже не возьмут. Когда четвертый раз людей называешь отбросами, уже поздно реально. Тичи, которые тяжело забыть. А потом, ребят, возьмите в команду. Да нет, ты нас слушать не будешь. Ты ЧСВ-шник. И мы такие же. Нам с тобой не по пути, брат. Ладно, а что у нас по пикам, ребят? Ну давайте хоть немножечко аналитик. Ну что у нас, Свен, Иван? Нам нужен мидер против Эмбер Спирита. Мид для Rebels. С саблей. Вот он. Сабли есть. Блаторн может быть. Здесь нужен суппорт, который для соло, как в прошлый раз, который пойдет куда-то в лес или что-то там делать. Слушайте, ребят, я, конечно, не эксперт, но, по-моему, Rebels должны выиграть эту игру минут за 25. Если не за это Рики. Как это ты не эксперт? Дрюс, ну что ты говоришь? Ладно, я не эксперт во всех сферах. В аналитике, естественно, я эксперт. Просто понимаешь, тут еще же психология подключается, командная игра. Я же не тренер их, правильно? В этом плане не эксперт. Будь ты их тренером. Будь я их тренером. Что бы ты им посоветовал? Я бы им... Называя их отбросами, сворачиваешься. Страфуя. Ну, вообще, Митяй, примерно так, я, наверное, бы и сказал. Такое. Кем там соло пойдет в лес? Вот, давайте полешаем. Я бы взял вот Рики. 10 из 10 против Квапы, против Испа. Будет отличный заходитель. Конечно. Они только что этому Рики накидали. Давай сами возьмем. Но у них не было стяжки, не было Слордар, который будет встать под стяжку. И они могут сейчас интервати туда ищут. Только он в бане. Я думаю, что Эмбер Спид... Рики Мару в бане? Серьезно? Ах, он в бане, брат. Вот дерьмо. Вот и экспертный... Так, 2013 год. Какое число сегодня? 4 марта. Или, не, мая. Мая. Ребята, Рики Мару именно в этот день отправился в бан. Я вас всех искренне поздравляю. Давайте похлопаем совсем. Мы дожили до этого момента. Последний тур европейских отборов. Как сухая аналитика, вот мы говорим, что видим. Выступили они не очень хорошо. Среди тир-2 СНГ команд, грубо говоря. Да, и они тут себя не показали. То среди тир-1 команд, которые будут выступать на Маниле, которые будут выступать на Мпцентре, у них не очень много шансов... Выиграть карту? Выиграть карту. Я готов заключить пары, джентльмены. Конечно же, на... Коэффициент должен быть слишком высок, Андрей, потому что все-таки... Все-таки одна карта за весь турнир. Достаточно одной карты, да, за весь турнир. Да, ну, все... А возможностей очень много. Вы же утверждаете, что им тяжело будет выиграть одну карту. Предложите коэффициент, господа аналитики. 1 к 10. Сколько карт будет? 1 к 10. Это не совсем тяжело выиграть. Это, получается, ты говоришь, что 90%, что они выиграют карту. Нет, немножко не так. Там 2-3 играют. Между собой 4 команды. Допустим, спор на 10 рублей. У меня только что Ярослав дал соточку. Я предлагаю на бабки. Азарт готов. Вот они здесь, живые. Митя, держи. Это запрещено, ребята. А это просто передача, это не ставки. Так вот, 1 к 10. Что это значит, Андрей? Стоит вам объяснить? Отдай. Я пошутил. Это ставка. Вообще-то это воровство уже. Если они возьмут хоть одну карту, я вам даю 10 рублей. А если они ни одной карты не берут, то эта сотка отправляется к Владимиру. Да, но имеется в виду... Говорят, что коэффициенты ты даешь, скажем так... Стоп, подожди. А пока они будут храниться у гаранта. 90% что выиграют карту. Так что надо отвечать за свои слова, Владимир. Нет, конечно, они выиграют карту. Конечно, они выиграют карту. Хейтеры. Чтобы вам сабли на стену накидали. Это очень весомые слова, Андрей. Давай я откуплюсь от твоих сабли. На эпицентре ему отдашь. После группового. После группового. Давайте оставим мою стену и сабли в покое. Перейдем потихоньку к матчу. Вега и от Финен. Все, тема Virtus.pro и сэр лучше. Ну, Семен может. Семен может. Семен главный. И хотелось бы опять же отметить, что, наверное, Вег хотел бы все же забирать себе тьму. Так как они и получше выступают за нее. И в целом, то, что ближе Рошан, все еще вот с переделкой вот этого самого кемпа, с сэншн-крипами, то, что теперь некоторые АОСП, например, та же Цемка, может с той стороны колдовать и задевать Рошпит. То есть очень удобно. По поводу Семена, кстати, это второй поставщик Соляры в команде Вега. То есть тоже стоит обращать внимание, на ком он играет, потому что Witch Doctor, да, Disruptor, да, Oracle, нет. Рубик у него еще очень сигнатурный. Рубик тоже, да, вероятно. Но Рубиком просто редко играют сейчас. Это да, просто если ситуативно они, например, не отдадут Вайда, но отдадут Энигму, тот же Рубик очень неплохо зайдет. Ребят, давайте поиграем немножко. Ну вот, я в лес. Какое-то отыгривое настроение, так что с радостью, давай. Все-таки плей-офф. Я судья буду. Нет, нет, ну играть должны все. Это же коллективная игра. Коллективная, но судья должен быть, иначе как, кто выиграл? Судья зрители, зрители нам судья. Вот. Вы говорите о том, что, может быть, стоило бы на Удигите отдать то, что они хотят, и набрать каких-то героев, чтобы законтрить. Вот, допустим, мы сейчас в Вега-Сквадрон. Я, я не знаю, кто я. Я, наверное, ну ладно, неважно, кто я. Я просто думаю, кто меньше всего принимает участие в драфтах. Ты Андрюш Чипенко. Хорошо, допустим, я Чипенко. Ты просто говоришь медведем. Да, я... И все, ты уже проиграл. Я Чип, я готов на Бруде играть. Допустим, вот мы отдали на Удигите их пик. Мы отдали Веномансера, мы отдали Вайда, мы отдали Инвокера, мы отдали Вингу. Кого мы собираемся забрать, чтобы их законтрить? То есть сначала они пять героев набирают, а потом мы. А потом мы их контрим. Ну мы знаем, что они наберут. Так. Здорово. Мы знаем, что будем в куполе умирать все уже. Туда будут лететь Метеор Бласты и в клик стрелять. Мне, конечно, надо бежать. Но вы же говорите, что, может быть, стоит отдать им все то, что они хотят. Стоит пять героев забанить, во-первых. Да. Вот, я бы забанил Вайдави на Мансера. Нет, ну ты предлагаешь опасную игру. Я предлагаю... Да, учитывая, что ты Андрюша, Мак Чипенко, ты в пике не особо принимаешь участие. Поэтому я только предлагаю набрать героев, я не говорю каких. Я спрашиваю вас, каких героев стоит набрать. Ну вот, действительно, мы имеем вот то, что имеем. Ноу Диггити выигрывают своим пиком очень хорошо, там очень стабильно. Какие герои контрят этот пик? Какие герои? Какие решения по карте на первых минутах игры или там в более глобальном лейтгейме? Ну, Сём, отдувайся. Давай Сем. А чё я-то Сёма? Не, чё я Лёха? Да, Андрюх Лепёха. Чё я Лёха? Лёля. Допустим, я... Бомжара. Ну я, ну... Капитана с ней пришел. Капитан не пришел. А, то есть он у нас... Надо решать что-то самим. Кто у нас главный? То есть следующий Соло пикает? Да. Ну чё. Давайте, давайте. Давайте. Ничего, Найт Сталкера, Дума. Всё, идём, идём, ломаем их, ломаем. Хорошо. И потом с хроносферами. Потом байбэкаемся, ещё идём. Ахроносферами. И идём вперёд. Ахроносферами-то кулдаун их 12 секунд. Ты чё, не считал, что ли? Надо просто стоять правильно. Чёрт. Нет, ну если минутку серьёзности, действительно, какие герои хорошие против вот такой стратегии? Я понимаю, что героев очень много, и что есть определённые баны, и что можно забанить часть стратегии на Удигите. Но, тем не менее, есть костяк. Виновансер Войт отправляется на первые пики у Удигите. Как вот этих двух героев хотя бы контрить? Смотри, берём Вич-доктора сразу в первой стадии. Чена. Он и подхиливает, и, как мы видели, неплохо ставит в купол ульту, в купол вражеский. Вот. Чена не обязательно. Кто-то? ФН. 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 Ты ещё молодой, пожалуйста. Ты на Чене не играл, мне кажется. Нет, Сларка, но мне нравится, когда меня хилят. Вот. Берём Вич-доктора, и ничего, наверное, сразу не будем второго спорта раскрывать. Можем взять, в принципе, мидера, можем взять пака. Через нём будет удобно продолжать распик. Вот. Чтобы и тебе, Андрюш, Мак Чепенко, достался потом какой-то герой выгодный. Мне бруду. Или бруду, или мидер. Скорее бруду уже. Андрюх. Андрюх. Мы тут посовещались. Спокойно. Посмотрим, дай пик. Так что, в принципе, Вич-доктор пак звучит очень неплохо. На первые два. Так. Так. Продолжается стадия банов. Синдерен избавляется от... А с чего началась стадия банов? Да там что-то жёсткое было. Ну, не важно, Бесмастер уже улетел там. Ну, как обычно, Бесмастер, Вист, Слардар и Патма, допустим. Ну, я не знаю. Синдерен, ну, не знаю, Синдерен просто банит героев, Слардар. От нас уходит какой-нибудь Клинкс. Ну, я не знаю, может, Лёха... Потом, допустим, у Синдерена заканчивается время, он никого не банит, условно. Да. Пустой бан. То есть у нас на... Нам без разницы против кого играть. Мы любых отдаём. Мы честные, мы тоже пропускаем бан. Ну, естественно. Естественно. И начинается распик, вторая стадия. Распик начинается с кого? Понятия не имею. Допустим, с Сёмы. Они всё так часто меняют по поводу порядка распика, что невозможно просто. Человеческий мозг, не рассчитан на такие нагрузки, невозможно запомнить. Там Винга, Винга, не переживайте. У них Винга ещё. Да, у них Винга. Так у нет, а мы не забанили Вингу? Нет, мы же пропустили баны, мы же честные. А, вы вообще игры смотрели, что мы Вингу-то забанили? Лёх, ну как бы ты на пиках, извини. Нет, мы хотели отдать Клинкса, мы хотели отдать Клинкса, чтобы взять бруду. Вега Сквадроновна. Ладно, хорошо, у них Винга, да? Да. Как бы, и тут мы представляем себя ребятами из... Кто там? Мы очень так интересно относились к команде, которая не баняла никого из... Пээры. И теперь мы сами Пээры. Ну, так вот, так и случается. Так, ладно. Вингу, да? У нас Пак Вич-Доктор. Ну, Жабьева, Наездника, рано ещё брать. Кого будем брать? Брат, ну давайте, идея, идея, идея. Нам нужен подсейф от Хроносферы, брат, брат. У них Хроносфера, туда летят Санстрайки, нужен подсейф. Я буду Шадоу Демона вместо Вич-Доктора возьму. У меня будет Шадоу Демона. Шадоу Демона нет, плохо. Плохо. Шадоу Демон не пойдёт, не пойдёт Шадоу Демон. Агрессия нужна. Нам нужно прогнать Вайда. У нас есть Вич-Доктор, второй герой. На 2 стилера брать. Чтобы была агрессия, лайфстилера под паком можно в инфест-бомбу. И в купол запрыгиваем. Отлично. Нет, давайте Ничу возьмём. Они оставили нам Ничу. Ничу нам не оставили. Почему мне ещё Бруду не взяли? Нам не оставили Ничу. Андрей, помолчи. Бруда Ласт Пик. Ты всё должен знать. Готовься и иди пока. Там мы отдадим Клинкса и Брутой придём его мочить. Всё, я доволен. Так, слушайте, секундочку. Так Ничу мы берём или нет? Алло. Нам не отдали. Они забанили Ничу. Они-то не такие, честные, как мы. У нас есть Чен. Нет, Чен нам не нужен. Я не умею играть на Чене. Да, мы Чен не берём его, пофиксили. Да. Найт Сталкера тогда давайте возьмём. По Вижену будем выигрывать. Нет, не будем. Будем по Вижену выигрывать, Войду будет неудобно запрыгивать. Дум ещё есть. Как Дум есть? Против Виномансера мы не выиграем по Вижену с Найт Сталкером в драгонах. Ещё как выиграем. Нет. Да. Он пойдёт куда? В сложную? Он пойдёт в сложную? Нет, он пойдёт ромить. Я же Лёха, я всегда ромлю. Алло. Да дай тебе Сларк уже. Время кончается. Ну, допустим, Войда ты особо не зарываешь. Два аутиста в команде. Один Бурда, второй Сларк. Всё, короче, давайте Бурду, Сларка, а потом посмотрим. Сларка не надо. Сларк это понятно. Всё, он молодой, новенький у нас ещё. Он ещё не прижился. Ну да. Вот этот Нун, 18 лет, говорит, молодой, новенький. У меня просто очень ограниченный словарный запас, поскольку другими словами ФН разговаривает, которые мне нельзя присутствовать. Слезур не позволяет? Да. Сейчас долгий спор. Долгий спор. На повышенных тонах. Давайте спустим, что продолжаем. Какой спор? Ну всё, хорошо, давайте. Я не согласен с тем, что я молодой, чтобы вообще можно шут открывать на меня. Берём Бруду, получается, для Чепенко. Берём для Сларка и Фэна, соответственно. Ну всё, проиграли. Ну всё, проиграли. Ну и Лёха на Найсангеле просто врывается и начинает штрекать. Давайте ко второй игре готовиться. Начинаем в вторую игру, да. Они забирают опять Вайда Виномайсера. Не, ну мы же сделаем уже работающими. Возьём ещё сразу. Ну, в общем, стратегия No Digity строится от Вайда. Да, я так понимаю? Вот если избавляясь... Виномайсера. Они даже на ферст пик брали один раз этого Виномайсера. Да, и против Каипи не пошло. Когда они взяли на ферст пик Виномайсера, сразу получили в ответ этого самого Вайда и проиграли за 18 минут. Андрей, если ты помнишь, ну ты конечно же помнишь, ты же узкопрофильный специалист по игре. Всё, мы нашли контру. Берём ФП, берём Вайда. Ну, конечно. Фурион – это слабость изначально. Как только взяли Фуриона, я как, естественно, отличный аналитик сказал, что это слабость. И это оказалось слабость. Я просто хочу подчеркнуть, что я был прав. Это никакая неважная информация. Ну, ты батя. Да, спасибо. Ты тоже батя. А это сын наш. Выходит, что так, у нас тоже ещё одна европейская семья. Да. Получается так. Первая – это у Вегис Империи. А как же у Серёжи, Ярослава, Егора тоже сын, наверное? Я в этом не спец. Ну, не знаю. Такой тебе сын, на самом-то деле. Насчёт сына не знаю, но у них уже там батя. Определённая. Чё? Их сына с нашим сыном можно свести, в принципе. Давай. Я бы не стал. Сделаем ещё одну шведскую семью. Ох, ребят, ребят, не то у вас на уме. У нас тут игра на вылет. Одна карта отделяет СНГ команды от выхода из это самое. Из листочка. Да, из выхода из турнира. Вот, собственно говоря, у нас Вега Сквадрон. Вот Team Empire. Жизнь на волоске. Всё. Да, на секреты данные, естественно, палить не буду, потому что это засекреченная информация и, вполне возможно, уже придётся убить нескольких людей, кто видел это. Не очень умно с твоей стороны подводить столько людей. Главное, ты команду оскорбляешь. Ну, что ж, в мире ещё останутся люди в любом случае. Спасибо. Спасибо.